Потолок, холла возле лестницы, венчает звезда. А в этом зале мы можем видеть шикарный камень. В предыдущей серии мы добрались из Москвы в Минск. По ошибке приехали к секретной воинской части, где хранятся радиоактивные отходы, побывали в Несвежском замке, в верхнем городе в Минске и полазили по крепостной стене Смоленского Кремля. А прежде чем мы продолжим наш рассказ, хочу представить канал моего коллеги, на который сам давно подписан и вам рекомендую. Этот человек снимает видео о малоизвестных и хорошо сохранившихся объектах. Он игнорирует проблемы с охранниками и посещает со своими друзьями труднодоступные места, а к каждому своему видео придумывает и озвучивает очень необычные рассказы. Иногда он делает замеры радиации, а порой убегает от охранников. В общем, подписывайтесь! Мы приехали к следующей точке нашего путешествия. Усадьба князей Святополк Четвертинский. Постройки самого начала 20 века. Само место, где сейчас находится усадьба, имеет богатую историю. Из 16 века принадлежало многим знатным фамилиям Великого княжества Литовского. Последней династией, владевшей усадьбой, стал род князей Святополк Четвертинский. При них началось строительство дворца, который сохранился до наших дней в своем почти первозданном виде. Строительство началось в 1907 году при Людвиге Святополк Четвертинском. Проект дворца, в стиле нео барокко, был разработан известным архитектором Владиславом Маркони. Построен дворец был в 1908 году. Первая мировая война не затронула поселок и усадьбу. Во время Второй мировой войны желудок был почти полностью сожжен немцами. Усадьба же сохранилась нетронутой. В ней с 1941 по 1944 годы располагался немецкий военный госпиталь. А последний владелец усадьбы, Людвиг Святополк Четвертинский, погиб в Освенциме в мае 1941. С 1960 по 1992 годы в усадьбе находилась воинская часть ПВО. Дворец использовался как клуб и частично под казармой. С обретением Белоруссии независимости и после расформирования воинской части, усадьба была передана Белорусской академии наук. Как ни странно, но именно этот период принес ей самые значительные разрушения. Территория и здания усадьбы сдавались в аренду, под декорации для съемок фильмов и клипов. При съемке одного из них, лента Масакара, стены нескольких помещений дворца были выкрашены в черный цвет. В 2014 году дворцово-усадебный комплекс обрел частного владельца. Им стала гражданка России из Москвы. Усадьба расположена в одном из древнейших населенных пунктов Белоруссии – поселке Желудок. Такое необычное название происходит от слова «желудь» – «маленький желудь». Поселение расположено возле речки, на берегах которой в средние века росло множество дубов, и земля возле них была в буквальном смысле усеяна желудями. Река получила название «желудянки», а после и сам поселок обрел свое современное наименование. А за моей спиной флигель-усадьбы. Несмотря на достаточно поздний период постройки этой усадьбы, самое начало XX века, по внешнему виду флигеля создается впечатление, что это здание намного старше. Здесь выполнена очень необычная кладка стен из крупных и мелких камней, перемешанных с цементным раствором. Вход в флигель венчает подобие колонн. А так каретный сарай выглядит на фотографии 1936 года. Рядом расположено здание бывшей конюшни, использовавшееся под хозяйственные нужды в советские времена. Еще один артефакт советского периода – здание, в котором располагался, судя по надписи, магазин. Здесь типичная советская постройка с голыми стенами, которая, в общем-то, не представляет особого интереса. Однако и в этом здании можно найти вещи, которые напоминают об ушедшей эпохе. Кто-то на окне оставил еще с тех времен напильник и изогнутую арматуру, для чего она была сделана, сейчас понять тяжело. Но эти вещи здесь остались явно еще с советских времен. Я пока продолжаю прогуливаться по территории. И самое вкусное – само здание усадьбы оставлю напоследок. А рядом с ним находится очень красивый флигель. Стены этого флигеля, опять же, выполнены из камней разного размера. И к нему была пристроена башня, вершина, крыша которой не сохранилась. В башню зайти, увы, не получится, поскольку дверь туда закрыта. Закрыта она нехитрым приспособлением, но ничего дестроить здесь я сейчас не буду. От этого же флигеля открывается роскошный вид на усадьбу. Это, наверное, единственная точка, с которой издалека можно рассмотреть практически все здание, поскольку с остальных точек обзор на усадьбу закрывают деревья. Теперь я пойду посмотрю, что же находится в этом флигеле. В самом флигеле сохранились только частично обрушившиеся кирпичные стены. Зато здесь мы можем видеть, как выглядит вот эта вот стена, построенная из камней различного размера в перемешку с кирпичом с внутренней стороны. Наверху можно видеть обрушившиеся перекрытия. Очевидно, именно так оно выглядело со времен своей постройки. А в башню мне все же удалось попасть. Интересно, что первый этаж башни был углублен вниз, там дальше был проход в подвал. Перекрытие уже сгнили. Здесь мы можем видеть сохранившуюся холодильную камеру. Построена она была, по-моему, да, построена она была из дерева. Внутри утеплитель, что-то типа пенопласта. А в другом крыле флигеля находится просторное помещение. Надо полагать, что оно использовалось под столовую. Судя по найденному мной холодильнику, судя по всему, это было именно так. Вход в усадьбу закрывали массивные дубовые двери. Сразу перед входом располагается красивейшая лестница, которая ведет на второй этаж. Это один из тех случаев, когда здание усадьбы сохранилось практически полностью в своем первозданном виде. Видно, что очень незначительные детали, возможно, и реставрировались, перестраивались. Но вообще мы можем видеть саму постройку, само здание в своем первозданном виде. И несложно предположить, что в тот период, когда в этом здании находилась войсковая часть, в этом помещении было что-то типа актового зала, судя по подиуму, напоминающему сцену. А на потолке коле, где находится лестница, мы можем видеть алую пятиконечную звезду советской армии. И я вышел еще к одной лестнице, которая тоже ведет на второй этаж. И здесь есть спуск в подвал. Подвал усадьбы, увы, закрыт. Но позже я попробую проникнуть туда немножечко другим путем. Интересно, что в здании уже подведено электричество. Сама усадьба выкуплена в собственность. И собственниками являются русские женщины из Москвы. Пока не ясно, какие у нее планы относительно будущего этой усадьбы, относительно ее реставрации и использования. Но можно сказать, что это уже неплохо, что у усадьбы появился собственник, потому что это защитит ее от дальнейшего разрушения. А в этом зале мы можем видеть шикарный камин. Камин просто великолепен. По размеру этот камин выше моего роста. Огромные потолки высотой около пяти метров. И окна порядка четырех метров высотой. Вообще, находясь внутри этой усадьбы, создается ощущение некого простора, пространства. Во время ходьбы некоторые половицы прогибаются, ощутимо прогибаются под ногами. А вот здесь, в этом помещении, сохранился паркет, очевидно, еще того времени. Одно из помещений второго этажа, где осыпалась штукатурка со стен, и можно видеть оригинальную, родную кирпичную кладку. И вот какие виды открываются с балкона усадьбы, расположенного над главным входом. Здесь мы можем видеть парк усадьбы. Живописный флигель, стены которого построены практически полностью из камней. В помещении, расположенном над главным входом, можно видеть заложенный оконный проем. Это один из следов перестроек, которым подверглась эта усадьба. Потолок, холла, возле лестницы, венчает звезда. Звездoptriage Звездо сделана гермодверь советского образца, причём не совсем с типичным запором. И в одной из комнат, где с потолка обрушилась побелка, можно видеть характерные потолки для конца 19-го, начала 20-го века. Здесь мы можем видеть остатки ФВУ, кстати говоря, фильтровентиляционной установки. Из наличия гермодвери и фильтровентиляционной установки в подвале можно предположить, что он был оборудован в качестве убежища. Здесь находятся канализационные трубы. В здании была проведена канализация. И, кстати, что интересно, из истории этого дворца известен факт, что канализация была построена во время строительства самого замка. Посвяти на меня, как я на тебя. Мы, в общем, дырку нашли, в проходном. Да, это интересно. Сейчас мы туда отправимся. Оказалось, что здесь мы нашли настоящий подземный ход с самого начала 20-го века. Здесь здание усадьбы соединено подземным ходом с флигелем. Сейчас, судя по вот этому наклону, мы проходим как раз в подвальное помещение под лестницей в левом крыле усадьбы. И вот на уровне этой стены само здание усадьбы заканчивается. Здесь проложены трубы канализации. Проход здесь частично перекрыт колючей проволокой. И вот придется здесь пройти буквально на корячках ползком под заграждениями из колючей проволоки, чтобы попасть в продолжение этого подземного хода. Здесь находилось тоже какое-то ответвление, которое сейчас засыпано землей. вот еще одна небольшая преграда. И вот я в галерее подземного хода, который, увы, заканчивается тупиком. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Всего вам самого наилучшего. С вами был канал Андерволд и его ведущий Степову. Оставайтесь с нами. Будет еще много интересного. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот из ведущего русских тайм получилась шикарная игрушка для щенка Главное, чтобы эта хуйня подо мной не поехала Идея есть? Не особо Вот и мне не особо